Звенигород С 60-х годов Петр Павлович взял шефство над мемориалами, расположенными недалеко от города. 15 лет назад создал волонтерскую группу. На ее счету уже 22 проекта. В последнее время добровольцы особое внимание уделяют памятнику погибшим советским воинам на Ротехинском шоссе. Во время битвы за Москву части 144-й стрелковой дивизии вели тяжелые оборонительные бои на подступах к городу. Память о бойцах увековечили на плитах мемориала. Привезли эти подставочки, мы обработали их. И фамилии написали героям наших. Мощение сделали, лестницу сделали. Здесь же находятся две одиночные могилы разведчиков 158-й моторизированной разведывательной роты. Бойцы погибли у деревни Новоалександровка, прикрывая отход боевых товарищей. Тогда, в ноябре 41-го года, сослуживцы выбили имена павших героев. Эту табличку можно увидеть и сегодня. Ей 82 года. Солдати-клокопщики на лючке сбитого немецкого самолета Хейнкель 111. Это двигатель. Стали русское, немецкое. Сохранилось хорошо. И он где-то зубильцем выбил текст, что здесь похоронены большевики-герои. Петр Логвинов признается. На мемориале есть историческая неточность. На табличке написано, здесь находился штаб 144-й дивизии. Хотя, на самом деле, он был в другом месте. Сейчас там отель. Основная задача – разобраться с земельным участком. Да, с земельным участком. И уходить в охранную зону. И здесь вот с этой табличкой разобраться. Вопрос установления природно-охранной зоны вокруг мемориала проработают. Обсудят и перенос памятного знака на прежнее место с собственником отеля. Чтобы историческая справедливость восторжествовала. Карина Еряшева, Артем Ломоносов, Денис Харламов. Телекомпания Одинцова.